Всем привет! На связи виртуальный ассистент Алиса и подкаст Я Железо. В нем участвуют люди, которые занимаются разработкой железа в Яндексе. Вас ждет рассказ про технологии и процессы, которые стоят за готовыми продуктами. Например, самый первый выпуск, и он мне очень нравится, про станцию Миди и ее создателей. Сейчас расскажу вам про конференцию и сразу его включу. Конференция Я Железо 2024 состоится 18 мая. У вас еще есть время зарегистрироваться и увидеть все онлайн. Спикеры расскажут о создании умных устройств, автономного транспорта и роботов, а также о вечной дружбе софта и железа. Подробности оставила в описании к выпуску. Ах да, чуть не забыла. Подписывайтесь на канал Я Железо здесь и в Телеграме. И ставьте лайки, чтобы мое электронное сердечко билось еще быстрее. Ну что, поехали. Ну что, ребят, готовы к конференции? Да! Куда же мы денемся? Давайте так, поднимите руки, кто в прошлом году участвовал. Раз. Кто будет выступать сейчас? Два. Отлично. А вы что пришли? Мы поддерживаем. Я придалее. Послушайте, да, интересные доклады. Они будут в экспозоне. Рассказывать об интересных вещах, которые мы не успели на докладе подсветить. Ну давай тогда с тебя сейчас начнем. О чем ты будешь рассказывать? В прошлом году я уже выступал. Рассказывал о том, как мы контролируем качество на производстве. За 23-й год много что изменилось. У нас выпустилось три новых девайса. Мы добавили новые тесты. Мы качественно переработали нашу инфраструктуру и то, как мы анализируем данные с производства. Мы внедрили новые типы тестовых стендов. То, как тестируются телевизоры прямо на конвейере, это вообще отдельная история. Об этом все я буду рассказывать в своем докладе. Приходите. А ты точно тестировщик? Нет, я не тестировщик. На самом деле... Расскажи подробнее тогда. Моя задача — это разработка софта под наши программно-аппаратные комплексы. Прежде всего мы разрабатываем ПО, которое крутится на различных тестовых стендах, например, вот на джиге. Соответственно, наверное, мы ближе к программистам классическим, чем к тестировщикам. Окей. Ну, еще чуть-чуть больше тогда об этом еще поговорим. Гриш, а у тебя что будет? А у меня про механику. Хулиганское немного название. Лебед, рак и щука в механическом дизайне. Это потому что каждый что-то свое хочет? Каждый тянет на себя, потому что вроде кажется, что просто колонка, но на самом деле она как-то сложное многокритериальное устройство. Там есть акустика, есть, естественно, дизайн, есть электроники, которым тоже что-то требуется. И потом есть завод, которому тоже все это нужно производить. Есть Антон еще? Ну, мы с ним мало взаимодействуем, потому что он занимается все-таки софтом внутри вот этих вот платочек, а я именно физическим устройством. И я расскажу о том, как нам удается как раз все вот эти вот требования учесть и как сделать сбалансированное устройство, которое бы производилось миллионами штук. И вот как мы все это челленджем и как мы все это достигаем. Я правильно понимаю, что челленджите и достигаете вы все это вот благодаря вот тому, что вы принесли сюда сейчас? Что это вообще все такое? Давайте вот хотя бы какая-то легенда, как вот у карты есть легенда, вот давайте хоть примерно вот это вот для этого, это для этого. Вот у него что-то мигает. Расскажите коротко, что тут вообще у вас есть? Ну, собственно, вот эти платы, которые на самом деле располагаются внутри нашей колонки, нашей станции МИДИ, три штуки. Запустить, соответственно, такой стенд мы можем от лабораторного источника питания замерить все стеллограммы. Всех интерфейсов цифровых, там сигнальчики, единички, нули, которые там бегают, посмотреть на это можем с помощью стеллографа. Протестировать каждую плату своей уникальной джигой, схемой, для которых мы также делаем в процессе производства. Видимо, мы к этому еще вернемся чуть позже. Ну, я думаю, что коллеги там подхватят, что еще у нас. Криш, ну-ка, что там еще у нас есть? Здесь у нас отладочная плата. Это как бы первый вариант будущего устройства, на котором мы отлаживаем софт. Это для кукунбера прямо? Да, это вот она вот, соответственно, есть процессор, и у вендора есть отладочная плата. Она вот такая, а потом вот это вот все мы запихиваем вот сюда. Ну, раз уж мы заговорили про кукунбер, давайте на всякий случай сразу. Кукунбер — это Яндекс.Станция Миди. Да, это внутреннее название, чтобы никто не догадался. Чтобы никто не догадался, даже сейчас, видимо, мы исправим эту несправедливость. Очень классная колонка, мы выпустили ее в прошлом году. Она сочетает в себе кучу всего, что есть классного в Яндекс.Станциях, и даже больше. Мы об этом много говорили, и она пользуется дикой популярностью просто у людей, и у журналистов, и у блогеров, и, в принципе, у покупателей. Но ведь за этой малюткой кроется очень много интересных подробностей, очень много технологических решений новых, какие-то могли быть старые. Вот давайте поговорим поподробнее об этом. Каков вообще был, в принципе, путь, Гриш, начнем с тебя. Через какие этапы мы, в принципе, прошли, через какие ворота, через какие круги пришлось пройти, да, производственно, чтобы это все случилось. Расскажи нам, пожалуйста. Да, хорошо, я сейчас коротенечко, прям очень подробно-подробно я на конференции все-таки расскажу. Да, это будет очень логично. Потому что это не на одну минуту рассказ. А то никто не придет. Вначале у нас есть идея, ну как у нас, у маркетологов и у продактов. Они говорят, что мы хотим колонку, чтобы она играла на 30 ватт. Мы хотим, чтобы она была примерно таких размеров. И мы обязательно хотим, чтобы она была эмоциональна, и там была подсветка. Соответственно, ко мне с этим приходят и говорят, Гриша, хотим. Ну, хотите, хорошо. Соответственно, если мы имеем мощность, имеем размеры, то мы понимаем, какого размера динамики мы можем туда впихнуть. И дальше у меня начинается работа с акустиками, акустический дизайн, потому что колонка прежде всего колонка. Мы выбираем различные варианты акустических схем. Просчитываем их, ну то есть буквально делаем акустические расчеты предварительные. Знаем, какой формой будет у нас вуфер, какие у нас будут твиттеры. И таких схем может там быть пяток, например. Уже готовых? На выходе из этого этапа. То есть у нас какое-то количество есть в проработке, есть в соле. Мы всегда ведем R&D, у нас есть какое-то количество отработанных схем. Что-то рождается в процессе вот этого обсуждения. После того, как мы определились с акустическими схемами и с размером, мы приходим к дизайнерам. Говорим, что мы хотим, чтобы это было красивенько. Что значит красивенько? Это значит, что они ограничены не некими геометрическими размерами, потому что нужно обеспечить акустический объем. Ну и своим чувствам прекрасного. И начинается стадия дискавери. Они рисуют квадратные круги, круглые квадраты и ищут форму. Соответственно, они находят форму, находят то, как оно должно выглядеть. Какая должна быть ткань, какая должна быть предварительная еще, расцветка. Ну то есть примерно облик продукта в этот момент начинает прорисовываться более конкретно. Где-то вот между вот этим вот всем есть пока мне не видная, но очень тяжелая работа. Ребят, потому как они из референсной платы от производителя процессора... Умечают все вот в такой... Начинают, ну еще начинают, потому что я контура еще не дал, но уже начинают работать над тем, чтобы уместить это в минимальной габариты. Плюс пишут драйвера, готовят прошивку для того, чтобы потом мы здесь встретились. Соответственно, вот здесь мы встречаемся. У меня есть трехмерная модель. Какая-то будет схема, одна объемная, не одна объемная. Где я буду располагать плату, сколько места под плату я могу ребятам предоставить. И здесь мы прорисовываем уже как бы предварительный... Называется это... Этого нету, это наше внутреннее название. Привити, потому что есть engineering validation test, а это то, что делается перед тем, как все это запустить. И вот здесь есть некоторая отсечка. Вот это все, это работа нашей внутренней команды. То есть мы в своем соку варились, пришли, у нас есть предварительный механический стек, есть понимание, какая будет электроника, и дальше мы приходим на завод. Потому что производить миллионами штук и сотнями тысяч штук могут далеко не все. Это буквально там пяток заводов в мире, которые могут это сделать. Мы выбираем один из заводов, передаем ему наши наработки, наши требования, что это, как это. И дальше начинаем долгие мучительные отношения в течение трех-шести месяцев, когда мы прорисовываем все до последнего винтика. И здесь уже у нас происходит самое настоящее EVT, и у нас уже есть устройство, которое пока производится там или с помощью ЧПУ станков, или с помощью 3D-печати. Геометрически оно все такое же, как и конечный продукт, но производится пока по технологии, которая не такая же. Дальше мы переходим на стадию девяти. Это значит, что здесь мы приняли все решения инженерные и знаем, что конструкция такая-то. А это дизайн валидейшн тест. Это значит, что мы начинаем уже изготавливать эту колонку из того материала, из которого будет в итоге. И по тем технологиям, которые будут в итоге. Но у нас нет автоматизированных пресс-форм. Мы делаем так называемый софт-туринг. То есть, например, у нас пресс-форма состоит из кучи-кучи слайдеров, и вот это вот все сложное. И это прям стоит много денег. Но на стадии девяти мы делаем реально пресс-форму конструктора, которая собирается из блочков один раз, мы туда отливаем пластик, ручками разбираем, достаем. То есть, оно производится так же, как и будет, но пока без вот этой вот автоматизации высокой производительности. Дальше, когда мы уже с технологией определились, здесь мы выпустили 100-200 устройств, которые прям уже именно по тем технологиям, с теми конструкциями, конструктивными решениями технологическими, которые будут в итоге. И вот эти вот устройства бегом-бегом приезжают к нам сюда, и мы начинаем их тестировать. То есть, мы раздаем эти устройства для того, чтобы хорошенько собрать обратную связь от пользователей. Соответственно, здесь могут быть какие-то изменения. Могут быть изменения в платах, могут быть изменения в конструкции, но уже не прям концептуальные прям до основания за тем. Чего-то подтюниваем. А дальше уже у нас PVT. Это значит, что мы собрали производственную линию, мы сделали пресс-форму, и мы начинаем настраиваться на рабочий лад. Это значит, что мы производим все точно так же, как и будет производиться. Мы все собираем ровно так же, как и планировали. Но пока это одна производственная линия, а не 5-6, как в итоге будет. И когда мы отстроили, набрали достаточный темп производства, мы эту линию делаем Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. И уже после этого стартует MP. Это массовое производство. Когда мы производим наше устройство десятками тысячи, сотнями тысяч штук, тестируем вдоль и поперек, и отгружаем счастливым пользователем. Супер! Супер, вот скажи, шагов очень много. И явно здесь не ты везде один что-то решаешь. Естественно. Я понимаю, ребята, которые сейчас с нами за столом, тоже здесь вовлечены. Давай поподробнее попробуем расписать вашу роль в каждом из этих этапов, если она есть. Конечно, я есть. Давай, с тебя начнем. С меня начнем. Но смотрите, на самом деле есть еще множество каких-то промежуточных этапов. Сегодня мы о них рассказывать не будем. Если говорить про конкретно мою разработку, то мы начинаем работать еще с привити. И когда становится понятно, как будет выглядеть девайс, какой у него функционал, какие фишки, мы начинаем продумывать, как это все можно покрыть тестами. Начинаем разрабатывать джиги. Начинаем... Что это такое? Давай спросим сейчас. Джига – это специальное приспособление для тестирования печатных плат. Сколько печатных плат, столько видов джиги. Джиги проверяют буквально все. От пульсации напряжения до усилителей звука. Об этом я чуть попозже, потому что там сразу же о линуксах и о других вещах можно долго рассказывать. Соответственно, при EVT мы это все продумываем, расписываем для того, чтобы на EVT уже начать интегрировать это на производство. Это необходимо для того, чтобы... Тестовые стенды – это, конечно, очень хорошо, но они должны отлавливать дефекты, и для этого нужно отстроить для всех тестов пороговые значения. Для этого нужно отобрать хорошие сэмплы, плохие сэмплы, кучу раз, прогнать. Соответственно, это позволит нам выставить пороги. Окей. Вот. Есть чембера, и есть еще множество других тестовых стендов. И прикольных слов, видимо. И прикольных слов, да. Чембер – тоже очень прикольное слово. По сути, бокс, внутри которого много различного оборудования. Это оборудование используется для тестирования устройства. Допустим, если нужно его визуально как-то оценить, используются камеры. Используются внешние микрофоны, внешние динамики, если нужно провалидировать качество микрофонов либо звука. Итак, по каждому, 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 каждому компоненту очень много различных действий нужно производить на производстве. И, что самое важное, 100% плат и 100% девайсов проходят через наши тестовые стенды. Ну, об этом мы, видимо, сейчас чуть-чуть еще попозже поговорим обязательно. Ром, давай с тебя теперь. Мы, инженер-электронщик, подключаемся на этапе при EVT. То есть, по факту, опять все в самом начале уже подключаются? В самом начале, в самом начале. Ну, мы делаем какие-то прототипы, можем использовать отладочные платы, как Гриш сегодня показывал, и вплоть до массового производства какие-то изменения можем вносить. Естественно, что количество изменений уменьшается прямо пропорционально с тем, как прогресс по запуску. Также где-то на этапе EVT-9 мы начинаем продумывать схему вот этой джиги, о которой Олег упоминал, соответственно, опять же, держа в голове все тесты. То есть, вы ее делаете, получается? Мы делаем, ну, вот как инженеры-электронщики делают схемы, трассируем платы. Также мы там используем тоже отдельный процессор из станции Max, который управляет всей этой джигой. Вот. И какие-то изменения все-таки в джигу мы вносим тоже, наверное, вплоть до массового производства. Ну, тоже поменьше, конечно, но тем не менее. Окей, понял. Антон, твоя роль? Мы, получается, начинаем раньше, потому что мы начинаем на Discovery, когда выбирается процессор, выбирается платформа, и мы как раз берем отладочную плату и запускаем, стараемся запустить весь наш софт на ней. На Pre-EVT, когда получается, ну, практически готовое устройство, которое потом может поменяться, мы должны поддержать все интерфейсы и, в общем-то, уже запустить что-то. А дальше на EVT, 9 мы допиливаем всякие вещи для безопасности, все наши фичи и прочее. И, в общем-то, к PVT у нас уже должен быть готовый софт. И параллельно еще на 9 и PVT мы делаем поддержку для заводского ПО, если это необходимо. Ну, получается, короче, прям по всему таймлайну тесно на каждом этапе мы проходим через все это вместе. Это, конечно, хорошо. Гриш, ты вначале еще перед съемками очень часто упоминал лебедя, рака и щуку. Давай вот об этом поподробнее. Как происходят торги между командами, между департаментами? На какие компромиссы тебе нужно было решаться и к каким идти? Ну, каждое устройство, оно сложное и комплексное, особенно маленькое, которое должно классно звучать. И я занимаюсь так называемой челношной дипломатией. У меня есть разные требования от разных команд. Роману нужно побольше места, классное охлаждение, чтобы все было супер. Акустиком нужен максимальный акустический объем для того, чтобы они могли вкачать туда как можно больше. Дизайнерам должно быть все компактненько. Непонятно, как все это создано и собрано. Выглядит красиво. Заводу нужно наоборот. Ему нужно произвести это как можно быстрее, как можно в большем количестве штук. Можно сверху наляпать шурупов, потом сверху поставить заглушкой, и ему будет норм. Ну и, соответственно, между всеми вот этими перекрестными огнями бегаю я. Соответственно, я добиваюсь того, что есть определенное место, где я могу разместить плату. Мы начинаем с ребятами торговаться, какого размера будет плата, как мы разместим компоненты. Иногда я их задал бы тем, что разместите компоненты в какой-то системе, для того, чтобы оно выглядело красиво. Это тоже есть. Дальше с дизайнерами мы обсуждаем, как устройство будет выглядеть, как будет работать подсветка, чтобы тканечка была хорошо натянута. Бывает такое, что давайте мы там размер часиков поменяем, или скругление вот здесь все-таки мы пришли к тому, что должно быть другое. И как раз вот здесь ищется баланс, чтобы оно классно звучало, классно охлаждалось, классно светилось и классно собиралось. Собственно, об этом будет мой доклад, более подробно на конференции. Не будем тизерить слишком много и спорить. У меня тут еще теперь вопрос, кроме тогда. Ром, смотри, там у нас в целом, даже сейчас, учитывая то, что это просто на 3D-принтере напечатанный каркас, плотность компонентов очень огромная, учитывая светодиоды в том числе. Расскажи здесь про свою работу. С чем вы сейчас столкнулись, особенно в плане энергоэффективности от водотепла и так далее? Надо, наверное, начать с того, какие требования мы для себя выставляем по температуре. Соответственно, любая внешняя поверхность, соответственно, колонки, с которой взаимодействует пользователь, не должна превышать 15 градусов от окружающей среды. Плюс 15 от окружающей среды. Если, допустим, 35 окружающей, то внешние поверхности не должны превышать 50 градусов. Естественно, тетируем мы при максимальной нагрузке. У нас играет музыка, процессор нагружен какими-то стресс-тестами. Теперь, а что же там может греться? Там у нас всего три платы. Одна плата — это... Всего три платы. Это как будто бы уже довольно-таки дофига, нет? Или... Ну, зависит от устройств, как бы, но... Ну, форм-фактор-то у медика. Согласен. Может быть, это и много для кого-то, не знаю. Смотришь и думаешь, что, в общем-то, там одна. Соответственно, первая плата — это плата, на которой расположены сегменты часов и Zigbee-модуль. Следующая плата — плата верхняя, на которой расположены сенсорные зоны, на которой расположены четыре микрофона. Это те самые уши Алисы, которыми она нас слышит. Также на ней расположены, получается, 24... В продовой версии 24 RGB-светодиода индивидуальных. И самое горячее место — это материнская плата. Там расположен центральный процессор вместе со всеми усилителями, которые также греются очень прилично. Wi-Fi-модули и там остальная электроника. Чтобы отвести тепло от материнской платы, от самого горячего места, ну, мы применили просто радиатор. Да, вот... Но есть не просто радиатор. Да, мы прошли через несколько итераций, естественно. Да. Это было зарождение, то, как начиналось, и то, как... Начиналось все, как... Пардон, про денежки. Начиналось все с плоского радиатора. То есть мы взяли плоский радиатор алюминиевый, штампованный, начали тестировать, греется. Что же делать? Давайте нарастим площадь радиатора. Был вариант вот такой, с оребрением плоским. Был вариант игольчатый, когда у нас куча-куча-куча иголочек из него торчит в каждой форме логотипа Алисы. Некое хулиганство такое. Вот. И дальше начали тестировать. И пришли к тому, что радиатор не является узким местом. То есть узким местом здесь оказался как раз вот бокс, в который мы все это погрузили. Тепло достаточно хорошо сбрасывается внутрь этого объема. Вот. Но тяжело уходит наружу. Ну и, соответственно, мы поняли, что нет смысла переплачивать за красивый, классный, дорогой радиатор. И пришли уже к штампованному алюминиевому радиатору. Дешевый и сердит. Да. Не очень дешево, но достаточно сердит. Главное, что эффективно. Не, ну он эффективный. Мы нарастили где могли вот эти вот ушки. Их не было. Соответственно, мы развили. Для дополнительного тепла. Да, чтобы у нас был дополнительный сброс тепла, мы где могли развили. И дальше была достаточно долгая игра «Давайте растащим ребят по разным концам платы». Почему? В первых редакциях... Усилители. Усилители от процессора. Усилители от процессора были достаточно близко. И мы пришли к ситуации, что усилитель греется настолько сильно, что он своим теплом через радиатор нагревает процессор и оперативную память. И, Рома, это ты нашел, да? Или как это вообще работает? Мы проводили ряд тестов просто. Мы собирали готовые устройства, заряжали туда вот эти стресс-тесты в сам процессор, подключали термопары в тех местах, которые нас интересуют. У нас везде были термопары меньше квадратного миллиметра размером. И вот, соответственно, мы обклеиваем все-все-все. Плюс у нас еще есть в самом усилителе термодатчик. Мы знаем температуру по нему. Именно его? Да, он сам по себе знает температуру. Но верить нельзя никому, поэтому мы, естественно, перепроверяем. И мы термопарами обвешали всю плату, поставили в бокс, поставили на стресс-тестирование, поставили это в термокамеру, дали снаружи 35 градусов, потому что это как бы некий наш стандарт, что при 35 оно должно жить. И дальше несколько часов все это гоняется, и дальше мы смотрим, как оно живет. Были также тесты, когда... Спасибо, прям с языка я снял, что мы кладем плату на стол, заводим и смотрим в тепловизоры. Так тоже выловили некую веселость. Разными путями, короче, получается, смотрите, как оно соберется. Со всех сторон. И целая методология, и отдельная команда, которая отвечает за хв-тестирование в Яндексе. Хв-тестирование? Да, хардварное тестирование, но как раз таки. На всякий случай. Мало ли тут кто-нибудь такой же, как я, сидит. Помимо вот этого очевидного источника тепла в виде материнской платы, на станции МИДИ есть вот эта верхняя плата, на которой расположены 24 светодиода. И если не ограничить то, которое там в этих светодиодах протекает, и, допустим, зажигать белый цвет, который является таким самым энергоемким, то там будет... В смысле, не генерирующим тепло, ты имеешь в виду? Нет, наоборот. Он сильнее всего генерирующим. Потому что у тебя должен быть сргб, если у тебя один. То есть ты все три должен каналы зажечь. Да, то есть белый мы получаем путем сочетания красного и зеленого. А по ресурсам он больше всего на себе забирает. Да, да, да. В таком случае все это будет греться очень сильно. Естественно, там с точки зрения схемотехники мы ограничили максимальный ток, который программисты смогли бы запустить в эти светодиоды. Плюс попытались на печетной плате более рационально отводить тепло от этих мест горячих. Но это, естественно, весомого какого-то эффекта не дает. Поэтому пришлось придумывать анимации таким образом, чтобы они более рационально использовали каждый светодиод. То есть не было много белого цвета, что одномоментно не зажигалось тоже много светодиодов. И горели они определенное количество времени. То есть над анимациями много поработали дизайнеры и программисты, делая их такими, чтобы верхняя крышка не нагревалась выше предела. Ты еще упомянул, прошу прощения, процессор внутри. У нас это одна из инновационнейших вещей в этой станции. Давай вот о нем еще подробнее поговорим, потому что он точно это внимание заслуживает. Да, этот процессор обладает уникальными аппаратными блоками, а именно VAT, Voice Activity Detector, и NPU, Neural Processor Unit. Именно благодаря им удалось реализовать вот эту особую фишку станции МИДИ, распознавание, локальное распознавание без интернета команд умного дома. Голосовых. Голосовых, да. Вот, да, это только благодаря тому, что там есть эти аппаратные блоки внутри. Но вот о его использовании, ну, учитывая то, что мы впервые в станциях внедрили именно NPU, как это сказалось, в принципе, на подходе к разработке схемотехники и всем остальным? Ну, в любом случае, новый процессор, это абсолютно новое устройство, абсолютно новая схема, новая трассировка. И он на плате же не выглядит как отдельный камень, да, вот именно NPU? Нет, это прям даже, наверное, можно показать. То есть это вот центральный процессор, вот он. Тут даже написано, что Magic lives here. То есть вот тут вот располагается Алиса. со всеми ее мозгами, вот. И да, от нас скрыто. Это вот один целый такой микросхемка. И что касается схемотехники, конечно, новый процессор, новая схема. Но часть схем мы можем переиспользовать, допустим. А если мы касаемся трассировки, то тут уже целая сложная, интересная задача для трассировщика, инженера-электронщика, который этим будет заниматься. Потому что процессор — это микросхема, у которой там, ну, конкретно этого, под 400 выводов. У него какая-то уникальная распиновка этих выводов, то есть расположение интерфейсов связи, к которым подключаются периферийные устройства, да, на плате усилителя, микрофоны и так далее. Оно какое-то уникальное. Соответственно, чтобы сделать хорошо, чтобы играло хорошо и слушало хорошо, ну, нужно начать с стека печатной платы. Это структура печатной платы, то, как упакованы проводящие и диэлектрические слои в печатную плату, как они следуют друг за другом. Соответственно, тут тоже некий торг идет. Почему? Потому что можно взять побольше слоев, и при равном количестве компонентов, ну, проще будет разводить, потому что у меня площадь эффективная, ее будет больше. Проще будет разводить, проще будет проходить электромагнитную сертификацию, да, то есть это уровень шума в эфир, который мы пускаем, он сертифицируется. Соответственно, если много слоев, я могу заэкранировать какие-то сигналы друг от друга. Это фон же, да, просто получается? Мне нужно так сказать. Электромагнитное излучение. Да, электромагнитное излучение. Вот. И, естественно, больше слоев стоит дорого. Возвращаемся обратно к джигам и чемберам. Давай еще раз прям расскажи подробнее, что это за... Этимология слова какая у джиги и у чембера, и зачем они, в принципе, нам нужны? Если я не ошибаюсь, джига дословно переводится как оснастка. По сути, это уже устоявшееся название для данного типа оборудования. Оно нужно для тестирования печатных плат. На каждой печатной плате много различных компонентов, и все их нужно валидировать. Начиная от пульсации напряжений, заканчивая тестом усилителей звука. Если говорить про платы, есть кукумбер, три типа плат, клок, топ, там, где вот эта светодиодная подсветка, и самое сложное, мейнборд. На мейнборде есть процессор, есть память, и есть также усилители звука. Могу рассказать поподробнее, это один из самых любимых тестов. Значит, как происходит? У нас с джига нет динамиков. Нужно проверить, работают ли усилители звука. Как это происходит? Мы загружаем специальный Linux, называется SideLoad Linux, прям в RAM. Дальше проигрываем звук, снимаем данные с нагрузочных резисторов. Данные аналоговые, преобразуем их в цифровые с помощью АЦП. Дальше ПЛИСА их обрабатывает, заворачивает в Y2S и гонят назад в джигу. Дальше мы можем посчитать корреляцию того, что проиграли, с тем, что записали. Если эта корреляция очень высокая, мы говорим, супер, усилки работают. Так, а про SideLoad Linux можно, пожалуйста, подробнее? Что именно и как он туда загружается, зачем он там нужен? О, SideLoad Linux, его разрабатывает Антон. Антон, может, расскажешь? Давай. Это просто... Не кажется, что это просто, если честно. Это образ, который можно загрузить по USB и запустить. Он собирается из тех же самых исходников, и в нем есть все, что необходимо Олегу для проведения тестирования. То есть я сейчас какой-нибудь другой образ, другой какой-нибудь оси закину на флешку и смогу закинуть ее в RAM. У нас включена безопасная загрузка, поэтому если ты не подпишешь его в Яндексе, то он не запустится. И еще много других этапов безопасности, о которых мы, естественно, не будем здесь рассказывать. Это правильно. Вы, ваше, вы все делаете правильно. Занимательный факт. Антон сказал, что мы по USB, но как такового здесь, конечно, не мейнборд, а USB нет, ничего не подключается к платке. Мы запитываем платку, передаем данные, считываем данные через погопины, специальные иголочки. На платке есть тестовые площадки, к ним мы иголочками подсоединяемся. Как временное решение? Нет, не как временное решение. Это способ взаимодействия с платой, потому что у тебя вот плата, она обособленная. Нужно как-то зажечь светодиоды. А как? Пока ты устройство не соберешь, ты это не сделаешь. Но с помощью джиги можно. И в джиге даже есть отдельное специальное устройство, которое тыкает кнопочку, чтобы проверить, что она нажимается, и что мьют, мьютит. Ничего себе. Джига очень сложный технический продукт. Да, и мы разрабатываем сами и производим сами. Да, и схемы для них тоже мы здесь делаем. Каждая джига — это уникальная схема. И что интересно, занимательный факт, мозгами джиги является процессорная плата от станции Max, в которой Linux тоже крутится и управляет все. Она типа самая универсальная, которая годится для большинства тестов? На самом деле у нас просто их очень много было, и мы решили переиспользовать как-то. Оптимизировали. Оптимизировали, да, сделали для нее... Сама платка-то не очень большая, и у нее внаружи интерфейсы не выведено, поэтому мы сделали свою так называемую carrier-барду, то есть плата, которая вот эти интерфейсы распределяет уже куда-то в другие места, и переиспользовали, да, процессор от Max, процессорную плату. А про чембер мы побольше поговорим? Можно и про чембер. Давай расскажи бы тоже про смысл и цель. Если глобально про тестирование, смысл в том, что есть допуски, и нужно контролировать, что девайс в этих допусках, что у нас нет никаких дефектов, никаких погрешностей не поплыли, и девайс играет, как мы задумали, светит, как мы задумали, и выглядит, как мы задумали. Соответственно, чембер — это бокс, внутри которого множество различного оборудования. Обычно мы используем два типа бокса. Один бокс, он радиоизолирован и звукоизолирован, там мы проверяем всю RF-часть, проверяем акустику. Не только, но основные тесты как раз на это нацелены. Есть другой тип чемберов — LED-чембер. Там мы проверяем всевозможные светящиеся светодиоды, проверяем лайт-сенсоры, даже как побочный эффект, проверяем, как тканечка натянута, достаточно ли она хорошо натянута, под прямым или не прямым. Это тоже отдельный техпроцесс, как я придумаю ее натягиваю. Там отдельный техпроцесс. Если тканечка плохо натянута, пропускная способность света, она меняется, и это мы отлавливаем в чемберах. Вот на этих LED-ках это особенно. Да, да. Соответственно, все тесты нацелены на то, чтобы найти подобного рода дефекты. И, мало кто знает, в лайт-чембере кукумбера используется 6 камер. Настоящая фотостудия. Видеокамер. То есть, на высокое разрешение на хорошее состояние. А сколько всего джиг на производстве? Примерно. У нас их нужно так гардировать, что у нас три типа плат, соответственно, три типа джиг. Но нужно прокачивать огромные объемы производства. Если говорить про майнборд, одна плата тестируется около двух минут. Топ-платы, платы с часиками, тестируются порядка 20-30 секунд. Но не суть. Чтобы прокачать нужные объемы производства, мы просто реплицируем. У нас десятки станций каждого типа на производстве. Давайте сейчас немножечко вернемся практически в начало к механическому дизайну. Потому что с точки зрения компоновки здесь очень много пришлось переизобрести заново. В том числе и помещение компонентов в акустическую камеру, что, как я понимаю, вообще там никто не делал. Давай вот про это вот проговорим. Гриш, расскажи, пожалуйста, какие вообще в целом применялись новые какие-то шаги, какие-то нестандартные, может быть, истории. Да, давай, я тебе покажу. Давай. Анбоксинг. Открывай. Вот так вот прям? Прям вот так. Раз. Что я держу в руке? Ты в руке держишь специальную акустическую лензу и дизайн специального динамика, который, к сожалению... Это динамик мы сами сделали. Мы сами сделали. Мы все динамики, которые используем в наших устройствах, они специально под нас спроектированы. То есть у них своя определенная рама, у них своя форма, своя подвеска. То есть динамики делаются именно под нас. Мы не используем продовые. Здесь мы как раз замахнулись, но немножко не довели. Мы захотели сделать вуфер с открытой как раз конструкцией. То есть у нас здесь нет крышки, и линза входит непосредственно в сам вуфер. В чем цель? Цель для того, чтобы получить хорошую акустическую производительность, то есть получить хорошую АЧХ и хорошую отдачу на ватт электричества, которое мы туда вкачиваем. При наших форм-факторах. Да, при наших маленьких форм-факторах. И это решение мы довели почти до 9, то есть еще на стадии 9 это жило. Но когда мы начали отрабатывать вот это вот все на серии, получились очень-очень жесткие допуски, и мы не можем из-за всей вот как раз этой механической истории не можем обеспечить допуск между линзой и катушкой. И поэтому мы применили как бы нестандартный, но все равно наш специально спроектированный вуфер обычной конструкции. А на герметичности как-то это сказывалось? Да. Может быть еще дополнительные? Здесь получается, что еще одно приключение, которое связано с этим динамиком, то что у нас получается открытая акустическая схема, и у нас бокс не герметичен. А он должен быть герметичен. И помимо тестирования как раз вот плат у нас на определенных этапах механического производства тоже есть отдельные устройства, которые тестируют механически правильно собраны, неправильно. И у нас как раз вот при запуске производства была история следующая, то что у нас была станция, которая тестирует наше устройство на герметичность. Соответственно мы проверяем, мы хорошо собрали, нехорошо. Что она делает? Она делает ха-ха-ха-ха. Ну то есть буквально вдувает воздух в динамик, в колонку, и дальше смотрит утечки. Есть они? Нет. Ну окей, тестируется, все вроде бы хорошо, все отлично. Олег приходит и говорит, Григорий, ты не хороший человек. По твоим тестам все, конечно, хорошо, но у меня поплыли характеристики. У меня часть колонок, которая прошла в соцтестировании, у тебя, у меня они показывают фиговое звучание. То есть они звучат не так, как должны. Мы начинаем раскапывать, в чем же дело, то есть докопаться до сути. И оказалось следующее, что у нас две точки отказа. Первое, это проблема с материалом пассивного радиатора, то есть это пассивный излучатель, это, вот, на старшем брате покажу, это вот как раз вот такой вот пассивный излучатель. Проблема с материалом, то есть он как бы недостаточного качества был. И при этом, когда мы... Колочность или какие-то свойства физические? Физические свойства, и появлялась трещина. Соответственно, когда мы туда вдуваем, эта трещина смыкалась, и герметичность нормальная. Но когда он играет, он же ходит не только вперед, но еще и назад, начиналась утечка. И то же самое было с креплением твиттеров. То есть твиттеры крепятся, опять же, в том же самом акустическом объеме. И когда мы вкачивали туда воздух, твиттеры прижимались, и тест проходили. Но когда колонка работает, они же качаются туда-сюда, ну и, получается, пришлось немножко переизобрести вот эту станцию. И она у нас теперь стала делать не только... Но и еще... Ну и, соответственно, у нас каждая колонка, у нас сначала вкачивается воздух, мы смотрим утечки, и потом поставили вакуумную станцию, обвязку, вот такого никто не сделал ранее на этом заводе, и она откачивает воздух. И смотрит как раз, как она держит повышенное давление, и как она держит пониженное давление. И наладили, и Олег уже стал доволен. Эффициенты нелинейных искажений сошлись. Ну вот смотрите, вы это наладили, ты доволен, Олег доволен. Все, мы начинаем, условно, вот стадию MP. Все хорошо, но мы еще не выдыхаем. Наши полномочия еще не все. То есть с чем-то мы еще сталкиваемся, да? И, Антон, вот давай расскажи, какие штуки могут случиться на этом этапе, когда уже можно выдыхать? Но на самом деле нет. Пользователь начал жаловаться, что тоже на низкой яркости часы светятся неравномерно. Правая и левая части, одна ярче, другая меньше. В общем, видимо, думали, что это аппаратная проблема. Даже ходили, меняли по сервису, но мы у себя воспроизвели и начали изучать. Оказалось, что что-то программно-аппаратное. У нас на часах используются 48 светодиодов, и поэтому стоит два контроллера, на 36 и на 12 светодиодов. Они немножко разные из одной серии, но разные. И оказалось, что после внедрения вот этой фичи с управлением током, они при одинаковых настройках начали вести себя чуть-чуть по-разному, давать разный ток. И светодиоды светятся по-разному. Сначала думали, что можно просто поднять яркость, чтобы нивелировать эту проблему, но оказалось, что в темноте ночью слишком ярко получается. Очень. И начали системно изучать проблему, видели, что контроллер один, который ведет себя неправильно, он дает большие всплески тока в момент переключения ШИМа. И удалось это нивелировать просто понижением частоты ШИМа, но если ты просто понижаешь частоту ШИМа, светодиоды начинают звучать на акустических частотах. То есть ШИМ попадает в акустические частоты. И пришлось включить уширение спектра, включить инверсию фаз для разных светодиодов, чтобы сгладить этот эффект. В результате удалось побороть. Так, ну смотри, это сейчас будет не наброс, просто интересно. У нас есть определенные этапы тестирования, на которых это не вскрылось, получается. Почему? Явно не из-за того, что Олег просто любит филонить. Ну да, у нас потому что тесты разрабатывались до этого, и на тестах нет этого управления током. То есть на тестах у нас тестировали... Это мы сейчас про этот конкретный случай. Это редкий кейс. Это бывает так, и это вполне нормально, что мы на каких-то ранних этапах чего-то не замечаем не потому, что мы там слепые, а просто потому, что определенные факторы влияют на это. Вот какие факторы могут на это влиять? Ну, опять, есть физика бессердечная, наверное, женщина. То, что у нас в любом случае это как бы теория вероятности. Есть вещи, которые более вероятны, есть вещи, которые менее вероятны. Из-за коммерфий еще тоже есть. Вот, соответственно, у нас есть типичные сценарии использования. Под них разрабатываются тесты. Есть там нетипичные сценарии использования. Под них тесты тяжело разработать. Бывает такое, что редко воспроизводимый баг. То есть, вот опять же, был тоже механический баг, который ушел в МП, который мы полечили потом на следующих стадиях. Есть вероятность того, что размеры сойдутся так, что получится зазор. Соответственно, чтобы этого не было, мы всегда вносим в конструкцию некий преднатяг. Соответственно, для изоляции светодиодиков каждого друг от друга у нас есть прям вот резиночка, которая ставится сверху на светодиоды, и потом она прижимается к решетке. И она еще и рассеивает свет. И она рассеивает свет. Дальше. Мы не можем сделать ее очень толстой, потому что если мы сделаем толстой, она будет сильно давить, мы можем получить пузо. Соответственно, мы сделали ее оптимальной. И вот на этих тестах, когда мы там делаем сотни штук, которые мы раздаем своим коллегам, прежде всего, мы баг не отловили. Но когда мы стали продать сотни тысяч штук... Ну, может, чуть-чуть неправильно. Соответственно, на это... Это грехи массового производства. Но это не то, что грехи, это вот массовое производство, теория вероятности, и уже получается, типа, на одной колонке из десятков тысяч бак вылезает. И мы стали это отлавливать, мы научились это и чинить, и, естественно, внесли изменения в конструкцию, добавили чуть-чуть материала, и теперь этот баг тоже полечили. Чуть-чуть дополню. То есть это не то, что баг-колонка не работает, либо ее использовать нельзя. В чем суть? Что вот этот вот уплотнитель он использует для того, чтобы анимации более красивыми были, что соседние сегменты друг друга не засвечивают. Можешь красиво глазки отрезовать, еще какую-то анимацию сделать. И когда светится один сегмент, а другой не светится, здесь легкая утечка. Она может уйти как на Light Sensor, так и на соседний сегмент. Из-за этого анимация чуть-чуть страдает. Но это не то, что баг, масс-прот, и все очень плохо. Софтверно можно полечить это? Нет, софтверно это не лечится, к сожалению, потому что оно как плотно не лежало у девайса, так и не... Ну, как-то можем компенсировать хоть. Это можно, наверное, компенсировать. Гарантийный случай. Нет, это гарантийный случай, мы заменяем девайс, если он не чинится, то есть прям без разговоров, или это как бы за замена одного из узлов. И в этот же момент мы понимаем, что необходимо дополнить тесты. И теперь мы проверяем не только на то, что светодиоды светятся в нужном тепловом спектре, нужной яркости, но и то, что нет утечек. То есть зажигаем каждый студент отдельно и смотрим, что вот... Специальные паттерны. Да, соответственно, вот зажгли определенный паттерн и проверили, что светятся только они, а соседний не засвечены. Понял. Я только что себя слоил на мысли, что мы тут настолько классно сейчас заговорились, что, возможно, чуть ли не все ваши темы докладов уже проговорили. Поэтому я предлагаю потихонечку закругляться. У меня для вас есть последний сюрприз. Это блиц, быстрый, максимально быстрый. Отвечаем по очереди, не задумываясь очень кратко, но чуть ли не в одно предложение. Миди — классная колонка. Мы все как бы с этим согласны. Но у них, у Миди есть классные фичи, иногда, может быть, не сильно очевидные для массового пользователя, но от которых, может быть, лично вы тащитесь, потому что вы ее вот отсюда, вот досюда, вот вы ее довели. Вот давайте прям по часовой стрелке, я в конце, если что скажу, Гриша, с себя начнем. Вот твоя самая неочевидная, но самая любимая фича в Миди. Я прям помню эти ощущения. До этого ты смотришь на свое изделие только на экране, и вот когда физически привозят уже не какой-то образец, прототип, а вот на стадии 9 уже привозят, продают эту вот колоночку. Я помню это ощущение, когда ее включаю, и вот такая маленькая-маленькая колоночка, как! Как дает звук, да. И прям вот мурашки. Я ее создавал, но я не ожидал этого эффекта. А почему так? А потому что у нас есть прям отдельный специальный саунд-дизайнер, который дизайнит приветственные звуки для каждой колонки с учетом ее возможностей. Соответственно, он дергает за все вот эти вот струнки, которые в ней есть. Чтобы весь потенциал звука раскрылся. Да, чтобы дернуть как раз за те самые струнки души человека. И вот саунд-дизайн — это прям супер. Но не то, чтобы это недооценено, это классная фишка, которая прям дает классное первое впечатление пользователю. И это проверим. Понял. Рома, давай ты. Мне кажется, есть фишка у этой станции, о которой знают немногие. Треки можно переключать свайпами влево и вправо. Я хотел это сказать! Я тебя переделал, к сожалению. Также мне нравится, как она моргает. Ее можно попросить поморгать глазками, она говорит, а она моргает. Класс. На вот этом переднем платье, где расположены часы. Где ледики. Олег? Антон, давай ты, я тебя посистирую. Я скажу, наверное, анимация загрузки. Это довольно прикольная технология. И чтобы ее правильно реализовать и минимизировать время, в течение которого светодиоды выключены, пришлось попотеть. Попотеть. Ну, то есть он начинает аниматься еще до того, как загрузилась ось. Ось. Да. Может быть, я тоже украду твою реплику, но я считаю, что абсолютно все функциональности были оценены по достоинству, что как оффлайн-эй сценарии, офигенный звук, анимации, часики, все публикой было встречено очень тепло. Оставь мне хотя бы шанс, чтобы я сказал что-то оригинальное. Поэтому, не знаю, ребята перечислили много фишек, и очень много фишек также пишут люди в интернете, подчеркиваю, какие-то особенности дизайна и, в принципе, архитектуры этого устройства. Так, ну вот ты в итоге что подметишь-то? Мне нравятся оффлайновые сценарии, мне нравится звук, мне нравятся часики, но все это было оценено по достоинству. Поэтому прям что-то, что не оценили, но, блин, обратите внимание, такого у меня нет. Я от себя добавлю все-таки. Спасибо большое, что ты, возможно, ты приберег это для меня. Но, Гриш, можешь дать, пожалуйста, вот серенькую? Вот серенькую вот. Ну, или бы, хорошо, Антон, вот эту. Как мы классно натянули ткань. Нет ни одной складки просто по всей этой форме, и я носки-то дома нормально заправить не могу, красиво, чтобы это было. А здесь, по-моему, кстати, кто-то из команды называл это носком. Да, носок. Мы так и называем носок. Как просто можно было, особенно вот на этих стыках, сделать так, чтобы на них даже не было складок, вот таких вертикальных, я не понимаю. И там еще и подсветка в этом месте. И плюс еще подсветка, которая это все же еще больше хайлайтит даже. Я вот в этом плане, ну, это прям реально победа. Это прям было очень круто, я считаю. Вот. Спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Я правда надеюсь, что, ну, я уверен в целом, что 10% всего интересного вы еще не рассказали, но расскажете от 18 мая. Поэтому увидимся с вами уже на самой конференции. Спасибо. И до 18 мая. Да, тебе спасибо. Пока. 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 Продолжение следует...